Продолжение следует... Все хорошо знаете, чем наше предприятие занималось, но все-таки все равно хотелось бы чуть-чуть напомнить, и поэтому мы построим наше сегодняшнее собрание в таком ракурсе. Сначала проведем небольшие выступления, чтобы вы вспомнили, чем мы занимаемся, что делаем, что делали, какие у нас успехи, чего. Потом посмотрим фильм, потом проведем награждение наших работников, ветеранов, потом послушаем с вами небольшой концерт. Ну, скажем, с участием наших уже таких доверенных артистов, народные артисты, у нас три человека будет, один заслуженный. Но вы их прекрасно знаете. Не буду раскрывать. Я слово хочу сейчас предоставить генеральному директору предприятия Васильковскому Владимиру Сергеевичу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемые коллеги, разрешите мне всех поприветствовать через этим собранием наше, дополнить, что оно посвящено не только 40-летие нашего предприятия, но также 25-летним юбилеем со дня запуска космического аппарата «Плазма-Аз» с нашим изделием «Патопаз-Кристов». Вот. То есть мы два юбилея по существу отвечаем, и поэтому разрешите мне, что я предоставлю сейчас слово предоставить. Агнёву Владимиру Александровичу, председателю Совета ветеранов «Атомная горность». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые коллеги, дорогие друзья, для вас этот праздник двойной, а для меня тройной, «Потому что я тоже 40 ровно лет работал в Центральном аппарате нашего министерства, и пять первых лет работал в 16-м, в том самом главе, который вёл ваше действительно уникальное, замечательное, выдающееся, ну сейчас не предприятие, а организатор, но «Красная звезда». Я прекрасно понимаю вашу значимость предприятия в нашей области. Я считаю, что в этих, в рамках вашей организации состоялось уникальное явление, когда наш технический, в основном конструкторский потенциал пророс совершенно необычным образом аж до самого космоса. Я прекрасно понимаю, что вы очень достойно представляли нашу страну в космическом пространстве, занимая самые первые места, причём, ну и ранок-то и близко не было. Я имею в виду, конечно, пересрочный период. Я очень рад, что и вы нынче сохранили свой потенциал в основном, и достаточно уверенно смотрите в будущее. Всё это, я считаю, хорошо. Вы стоите на плечах великих своих предшественников. Я практически знал всех дефекторов, и, в общем-то, и тех, кто в лавке работал и вас вёл, вам повезло. Вами руководили совершенно замечательные наши руководители Минсредмашевского плана. И нет больше задачи, чем традиции победного Средмаша и нынче, так сказать, осуществлять свои деятельности. У вас очень хорошая ветеранская организация. Несмотря на то, что годы, которые вы нынче переживаете, совсем недавно тоже были очень тяжёлыми. Я знаю, что вы даже не решались провести, например, праздник, посвящённой Новому году, не было возможности. Я много что знаю, как вы тяжело жили, так сказать. Очень уверен, надеюсь, что это всё будет лучше и лучше. Но, дорогие мои, самая главная задача всех присутствующих здесь в зале, а здесь очень много ветеранов и ветеранская организация, нынче заключается в том, что передать нашу систему духовно-нравственных ценностей нашему подрастающему поколению. Сейчас в мире идёт, в духовном мире идёт Великая Отечественная война. Не на жизнь, а на спирт сражается. Духовно-нравственные ценности. Наши с вами традиционные, западные. И как раз через телевидение это осуществляете. Имеете информационные формы этой войны. И впервые эта война привела к потере территории, к завоеваниям территории. Такого никогда не было. Вроде мы с вами создали ядерный щит, вы с космосом дружите, так сказать. И вдруг вот эти информационные технологии выходят на самый первый рубеж поражающего фактора. Это надо всем понимать. Надо нам сделать всё возможное и невозможное, чтобы наша молодёжь свою систему, нашу с вами систему духовно-нравственных ценностей обязательно перенимала. Но сегодня у нас с вами светлый праздник. Сегодня праздник, сегодня юбилей. Я с удовольствием поздравляю вас всех с этим замечательным праздником. Желаю вам всем доброго здоровья, как Пётр Великим учил, благополучия, дела, благоденствия всеми. Женщинам как можно больше нечаянных радостей. И всем вместе успехов нашей с вами совместной трудовой деятельности. С праздником вас! Ну, как вы заметили, у меня в руках два адреса. Адрес, в общем-то, я ничего нового не изобрёл. В любом юбилее совершенно одинаковые адреса все пишутся, когда каждый человек обращается к самым лучшим глубинам своей души и изымает самые лучшие слова, которые он знает, ставит их установленным порядком и получается адрес. Поверьте мне, два адреса очень замечательные. И один хотел бы я вручить от нашей ветеранской адресовой организации. У нас 320 тысяч ветеранов, больше, чем работающих, директору вообще, моему старому, давнему другу, Владиву Сергеевичу Васильковскому. За то, что он помогает как может ветеранам, и за то, что в самое тяжёлое время он возглавляет вашу организацию. Ну и, конечно, награждается Совет ветеранов вашего замечательного объединения в связи с юбилеем и за заслуги ветеранской деятельности. Я бы просил Боя Сану Ивановичу, что это было. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые товары. Уважаемые товары. В наш адрес, в адрес предприятия поступил приятное поздравление и приветствие. Я попрошу Юрия Александровича ознакомить вас с этими. Я прежде всего хотел бы поблагодарить Юрия Александровича, поскольку в ходе подготовки и ответственных предприятий мы получили очень большую, как моральную, как нечастие подготовки представлений и защиты таких перед наградной комиссией возраста. И так в том числе и финансовом обывании на СССР оказался вашим делом. Начну я вот, несколько просто зачитаю, поздравления, которые поступили в Адричном предприятии. Факультет двигателей и летательных аппаратов Московского авиационного института поздравляет вас и ваш коллектив со славным юбилеем, с 40-летием образованием. Моторный факультет гордится, что от этих ведущих сотрудников вашего предприятия много наших воспитанников, принявших непосредственно участие в создании уникальных космических, ядерных, энергетических установок, которые составили гордость отечественной науки и техники. Ваше внимание, оказываемое нынешним выпускникам нашего факультета, вызывает искреннюю признание. Желаем вам успешно продолжить работу в этой сложной области космической техники и добиться достойных классов и статусов. Позвольте пожелать вам и сотрудникам вашего предприятия здоровья, личного счастья и удачи. ОКБМ Африканцев. От всей души поздравляем вас и вашим лицем сотрудников предприятия с 40-летием образования «Красная звезда». С уверенностью можно сказать, что возглавляемое вам предприятие является мировым лидером в области создания космических установок. В сотрудничестве с другими организациями вашим предприятием был разработан и изготовлен целый комплекс технологий и оборудования, обеспечивающий все этапы жизненного цикла космических установок, начиная с проектирования и изготовления, заканчивая утилизация неиспользованных установок на земле. В интересах обеспечения энергетической и экологической безопасности ОАО «Красная звезда» выполняет ряд разработок в области наземной ядерной энергетики, создает оборудование для АЭС и исследовательских ядерных реакций для переработки жидких радиоактивных отходов. Производственные мощности, наукоемкие технологии и высококвалифицированные кадры позволяют ОАО «Красная звезда» производить качественное оборудование наземного и космического направления в этом мире. Знаменательный юбилейный день искренне желаем вам новых ярких достижений, больших творческих успехов в интересах развития отечественной атомной энергетики, а также большого личного счастья, благополучия, сотрудникам вашего предприятия. Новосибирский завод химконцентраторов. Коллектив Новосибирского завода химконцентраторов сердечно поздравляет вас и работникам 40-летних предприятий. Достижение «Красной звезды» олицетворяет лидерство российских технологий, создание ядерных энергетических установок для космоса является огромным вкладом в проведении исследований и инженерных работ по ядерно-каклюстской энергетике, реакторному материаловедению, генерации топлива и порядок других направлений. Материальные результаты вашего труда служат по настоящим высоким звездным целям. Сделают обеспечение безопасности нашей Родины, освоение космического пространства, развитие надземной атомной энергетики. Сегодня «Красная звезда» по-прежнему стоит на таких китах, как профессионализм, сплоченность коллектива, ответственность за решение поставленной задачи перед всей страной, высочайшие критерии обеспечения качества, продукции и услуги. Наши предприятия много лет связаны с водоотворным сотрудничеством. Как добрые партнеры, коллеги, друзья, от души желаем коллектива энергии и вдохновения для творческого труда, новых побед и достижений, стабильности и процветания в вашем предприятии, а с ним счастья, приема и здоровья вам и ваших близких и достатка вашим семьям. От Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности поздравляем руководство от трудовой коллектива профсоюзной администрации ветеранов УАУ «Град-Град-Град» с 40-летием со дня образования предприятия. Коллектив предприятия прошел большой и славный трудовой путь, внести о неоценимый вклад в развитие отрасли, обеспечение обороноспособной страны. За прошедший период с ученными конструкторами, инженерами и рабочими решены сложнейшие задачи по разработке и изготовлению космических ядерных энергоустановок, что позволило предприятию занять позицию мирового лидера в области космической и ядерной энергетики не только в нашей стране, но и за рубежом. Предприятие располагается высоким научно-техническим и инженерным потенциалом, обладает уникальным производством наютно-доемчивыми технологиями, основанными на передовых предприятиях, науке и технике. Высокий профессионализм, ответственность, прежненность делу под составляющей успешной работы и достигнутого заслуженного авторитета коллектива предприятия. Это поздравление, дань, глубокая признательность всему трудовому коллективу, о красной везда за их самосверженные труды. В этот торжественный день примите самые искренние поздравления, пожелания здоровья, счастья, благополучия и дальнейших научных и трудовых совершений на благо отрасли и отечества. Правительственная телеграмма от руководства отрасли от имени генерального директора, первый заместитель генерального директора Госкорпорации Кометский Иван Михайлович. Уважаемые работники и ветераны ООО «Красная звезда», сердечно поздравляю вас с 40-летним созданием предприятий. За свою относительно недолгую историю коллектив «Красной звезды» провел успешные работы по созданию энергии установок с различным способом преобразования энергии, освоил серийное производство и эксплуатацию космоса более 30 и яю. Сегодня предприятие занимается разработкой термоэмиссионных ядерных энергоустановок нового поколения с увеличенным уровнем электрической мощности и сроком активного существования. Помимо основной тематики коллектив «Красная звезда» успешно реализует и ряд других проектов в области наземной ядерной энергетики, элементов космических агрегатов, оборудования АЭС и шведовских реакций. Желаю вам, дорогие коллеги, шепкого здоровья, новых профессиональных достижений и благополучия вашим родным и близким. И последнее поздравление. Поздравляю вас к 40-летним со дня образования вашего предприятия. Открытая акционерная область «Красная звезда», являясь многопрофильным научно-производственным центром, выполняет весь комплекс задач, связанных с разработкой уникальной космической взятии установок. От проектирования и изготовления до запуска на АРГЭПу и снятия их с эксплуатации. Сегодня технологический потенциал нового проекта «Изда» позволяет пропускать широкий спектр наукроемного оборудования, который находит свое применение в атомной промышленности, а также в их электронике и медицинском. Важно, что особое внимание вы уделяете вопросам радиационной безопасности и реализации экологических программ. Желаю сотрудникам мастерам и предприятия здоровья, успехов и всего самого дома. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медвинович. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые коллеги, мы всех приветствуем, слышали, какие мы хорошие. И в каждом году ценности достижений, которые существуют в деятельности нашего предприятия. Я, коротко, все-таки позволю себе пройти историю 40-летней и подчеркнуть те достижения, которые у нас были. В открытии акционерного общества «Красная звезда» было создано на исполнение постановления правительства 1972 года в Минске и МАС от НПО «Красная звезда», являющейся головным предприятием страны по разработке и готовлении ядерных энергии установок для космических аппаратов, которые с 2011 года преобразованы в акционерное общество. Хочу подчеркнуть, что на протяжении всех этих 40 лет функция головной организации за нами сохраняется, и в настоящее время мы и являемся головной организацией по созданию основных предприятий. Созданная в свое время «Красная звезда» и его стермоэлектрическим способом преобразования энергии мощностью около 3 кВт в начале 70-х годов обеспечивала электроэнергией космические аппараты системой морской космической разведки и целеуказания. И на протяжении многих лет это успешно осуществлялось, запущено было свыше 30 изделий, критические моменты, которые использовались для разведки и целеуказания. Созданная в НПО «Красная звезда» термоэмиссионная и УТОПАС открыла вообще возможность ординального повышения уровня вырабатывания энергии и ресурсов космических АЭУ. В 1987 году, сегодня 25 лет, были запущены две эмиссионные установки «ОПАС» в составе космического аппарата «Плазма-А». И прошли успешные взлетные испытания с ресурсом работы в космическом пространстве около года. В соответствии с принятой правительством в 1998 году концепцией развития космической ядерной энергетики в России, деятельность «Красной звезды» в настоящее время ориентирована на разработку термоэмиссионных ЕУ второго поколения. Мощность уже до 100 и более киловатт, и ресурсом 5-7 лет и более. Для ЕУ второго поколения решены на сегодняшний день практически все критические проблемы, включая обеспечение ядерной революционной безопасности во всех этапах разработки и эксплуатации в соответствии с международными нормами. Ведутся одновременно работы по модернизации наших производственных и питательных баз. Хотя, конечно, это модернизация, это сам тарактный работ в этом направлении, но с точки зрения финансирования обеспечивает очень медленный темп развития нашего. И, тем не менее, выполняя функцию головной организации, мы сегодня обеспечиваем движение вперед, и не только сохранением приоритета в этой деятельности, а и плюс сохранение тех операций, с которыми мы работаем, в своей компетенции по этой направлению. Кроме того, Красная звезда является также разработчиком и поставщиком систем термокабилизации электронной аппаратуры космических аппаратов. И указанная система успешно эксплуатируется в составе космических аппаратов в космосе в середине 70-х годов. Основным исполнителем по этому направлению работ Красной звезда является 600-е отделение, которое возглавляет Павел Владимирович Андреев. Но, естественно, они работают не только с персоналом Красной звезда, но и с теми предприятиями, с которыми мы кооперируем все работы на протяжении многих лет. Представляете, я не буду, наверное, все это знают. Кроме того, Красная звезда обеспечивает разработчик и изготовление детекторов нейтронного потока инновационных камер и подвесок инновационных камер для реакторных установок АЭС. Исследователь реакторов Крис-Теншин. Реакторные установки объекта «Румеев» и гражданского атомного пола. То есть все типы морских кораблей, подводные, надводные, имеющиеся на паршру кайдерной энергостановки, обеспечиваются подвесками милиционных камер, разработанными изготовленными красными звездами. При этом персонал осуществляет техническое сопровождение в процессе эксплуатации, разрабатывает и модернизирует системы контроля подвесок инновационных камер, оборудование и аппаратуру для реконструкции СУС-реакторных установок АЭС. В рамках... Выполняет основную деятельность в этом направлении филиал «Келлегия» как разработчик, который возглавляет Марселомон Швольдер. В рамках целевой программы федеральной ядерной энерготехнологии нового поколения на период 2015-2020 года разрабатывает, изготавливает и испытывает внутрикамерные элементы прямоядерных реакторов КАМАТ на базе литровых технологий, которые организованы на красной звезде. Проводит одновременно техническое переворужение, еще ментальные базы для развития работ в этом направлении. Но если отмечать в целом, то, начиная с 1990 года, красная звезда дефицитировала свою деятельность в области конверсии на базе опытных изделий космической техники. Я попрошу Александра Морисовича, главного конструктора по конверсионному направлению, сделать короткое сообщение с демонстрацией тех изделий, которые были разработаны, чтобы можно было иметь представление о том, чем мы занимаемся, кроме основной тематики, связанной с обороной страны. Но в связи с этим он приступил, я отмечу еще и следующее, что за этот все период были разработаны, ну, в разной степени, готовы наступники. Такие изделия, как нейтронно-инфляционный реакторатурс, и было изготовлено три экземпляра, которые были представлены в исследовательский институтах, в Академии наук, в Каджикской СССР, в Шанбе, в Институтах умоления и в Ухуде-Нитянецах. В настоящее время, несмотря на то, что мы не производим этих установок, а также в культуре, оперируем тем, что они были все время изготовлены и успешно работали, интерес к этому направлению все-таки проявляется, и мы надеемся, что наступит момент, когда мы получим заказ конкретных финансирований. Проблема здесь, безусловно, существует, обогащение, но есть технические проблемы, которые можно решать, тем не менее, этот опыт позволяет надеяться нам на получение заказа. Представляет значительный интерес также передвижная атомная микростанция «Понизм», которая была создана тоже коллективом «Красная бездывка», операция со многими предприятиями, и отработана была до стадии проведения реакторного блока натурных испытаний и обеспечения реализации тех параметров, которые были заданы. Кроме этого, также была разработана уникальная, на мой взгляд, установка термоэлектронной станции малой мощности «Елена», которая была отработана до стадии уже создания ее на конкретных территориях, обеспечивающая 100 кВт электрической мощности и 2,7 кВт для отдаленных поселенных пунктов, в Крайнем Севере и так далее. Но наступили же времена таких резких перемен, когда финансирование прекратилось, и мы действительно, не создав ни одного изделия работающего, оказались в ситуации, когда сегодняшний интерес к этому изделию проявляется многими, но необходимость доработки документации, проведения определенного окра в этом направлении не позволяет получить заказ. Потому что если была где-то демонстрировалась рабочая станция, мы бы, наверное, не могли заказывать в этом направлении. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Я расскажу вам о той части работ, которая у нас все меньше дают денег и заказов в области государственных заказов и все больше заставляет нас зарабатывать денег. Поэтому, я думаю, не все знают, как и мы работы выполняем в этой области. Следующий слайд, пожалуйста. Вы помните, как в 90-е годы, когда рухнул государственный заказ, мы все начали заниматься то, чем. Было очень много разных тем. Вот переработки навозов электричества, производства алмазов, алмазов инструмента, со временем, значит, некоторые темы отпали, некоторые укрупнились. И на сегодня можно, так называемое, конверсионное направление гражданское. Вот в три направления свести. Это экология. Сейчас наиболее широко развивается рынок в разных странах. Экологическое направление – это электрооборудование. И модное сейчас направление – нанотехнологии. Здесь мы и раньше много что делали, и сейчас продолжаем. Следующий, пожалуйста. Ну, обычно, когда мы занимаемся конкретной работой, решаем конкретные дела, ругаемся друг с другом, миримся. Иногда за деревьями не видно леса. И вот здесь написаны те изделия, комплексы и системы, которые мы разработали за последние 8-10 лет. И, в общем-то, если посмотреть, ну, вроде немало. Я о некоторых расскажу поподробнее. Следующий, пожалуйста. Многие из вас помнят, как уже лет 8-9 назад стал вопрос сделать комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов для одной из страны ЕС в Болгарии, для АЭС-то злодой. Тогда мы не знали, что такое норма и правила работа на атомных станциях, что такое двуязычная документация, что такое вообще жидкие радиоактивные отходы. И было много сомнений, справимся ли. И многие так говорили, что это вообще неподъемная для нас задача. Однако, тем не менее, мы взяли за эту работу, выполнили, модули это изготовили. Они прошли двойную приемку и госатомнадзором, сейчас Росатомнадзором в России, в Болгарии. Оборудование поставлено, смонтировали на АЭС-то злодой. К нам никаких претензий нет. И это, во-первых, в разработке, в создании этого модульного оборудования принимало участие практически все предприятия, и конструкторы, и сотые отделения, и лихогоры, и текстильщики, филиалы. И это направление, в смысле, эта разработка дала целое направление работ в области переработки отходов как жидких, как и газовых радиоактивных. Следующий, пожалуйста. Вот целый ряд установок, которые мы делаем по фильтрации радиоактивных отходов, как с помощью наших фильтроматериалов, это металлокерамических, мембран, которые мы сами разрабатываем, так и с помощью американских. На самом деле, очень мало стран даже, которые делают ультрафильтрационные материалы. самооборудование, это многие делают, так сказать, типа отвертченные технологии, а вот материалы делают буквально несколько стран в мире. И вот оборудование, это фильтрационное, которое мы поставили на польскую атомную станцию, на маяк, на атомную станцию, вот мы тоже делаем. Следующий, пожалуйста. Большую работу в этом плане проводит филиал текстильщики. В настоящее время они создают уже тут полноразмерные комплексы по переработке жидких радиоактивных отходов для атомной станции. Для вот Балтийской атомной станции, для Ленинградской атомной станции, для горно-химического комбината. Но это оборудование уже серьезное, его вывозят на машинах, сейчас оно находится на приемке на станции, в стадии монтажа. И здесь, конечно, большую роль играет Геннадий Моисеевич Чеченицкий и его направление и деятельность. Следующий, пожалуйста. В то время мы сделали установку по переработке твердых радиоактивных отходов, в частности, сжигания урановой стружки. Такая проблема существует у нас в отрасли. Урановая стружка это пирофобный материал, который может загореться и в случае пожара нанести очень серьезный экологический вред в стране. Поэтому вместе с Линейной Моисеевич Чеченицкий был разработан вот такая установка по сжиганию этой урановой стружки, которая вот смонтирована и сейчас эксплуатируется в Москве, в центре, можно сказать, в Москве, там Красный Лебедь ставит эти дома. И тем не менее установка работает и никаких выбросов и никаких последствий негативных нет. Мы надеемся, что эта установка будет использована для других, ну, аналог этих установок для других целей, для сжигания, допустим, оболочек цирконевых твелов, которых накоплено огромное количество у нас в стране, реакторов РБМГ. Они тоже пирофобные, тоже могут загореться. Следующий вопрос. Поскольку идеи очень трудно продаются, то вот чеченницкие текстильщики проводят инновационные работы в плане внедрения, ну, как бы, из своих идей сделают уже металл. Вот на этом примере здесь показано, как была изготовлена в инвестиционном порядке установка по переработке радиоактивных смол, которых накоплено огромное количество на станциях и неизвестно, что с ними сделать. Надеемся, что эта технология вот пиролитической переработки смолы будет принята в стране и тогда все атомные станции будут закупать эти установки и сейчас к ним очень большой интерес со стороны проектных институтов, которые уже присовывают их в проекты переработки отходов на станциях. Следующий вопрос. еще одним направлением является тоже экологическим очистка газовых радиоактивных отходов. Значит, когда станция работает, на ней образуются все-таки и аэрозоли, и газы радиоактивные, которые надо чистить. Выброс у нас на Ленинградской атомной станции в свое время и он долетел до Финляндии. Это международный скандал. После чего начались разработки и создан новый вот фильтр йодный, который улавливает не только мысли не аэрозоли, а вот газовые составляющие радиоактивных элементов. Такие фильтры серийные у нас, есть сертификат, но их уже несколько штук изготовлены, поставлены на станции. Следующий, пожалуйста. Вот это уникальная тоже установка, которых нет в мире. Она тоже фильтрует радиоактивные газы, но при температурах уже вот до 280 градусов Цельсия. Это фильтры для запроектной аварии, такая, как была в Чернобыле, Фокусима, когда расплавляется зона, идет выброс радиоактивности. И такая установка была впервые сделана для Индии, поскольку в Индии очень большая плотность населения, и допустим отселяют 37-километровую зону миллионы и миллионы людей. Поэтому они впервые заказали такую установку. Мы выиграли тендер и многие предприятия, которые брались, так и не смогли сделать. Мы сделали две такие установки, поставленные на АЭС в Дампулам. Одна из них уже смонтирована и эксплуатируется, вторая будет смонтирована в ближайшее время. Значит, на основе этих установок теперь и у нас в стране все новые станции, начиная с Нового Воронежа, будут обеспечены вот такими же установками пассивной фильтрации радиоактивных отходов. Еще одна защита населения от неприятностей. Следующий, пожалуйста. Еще одна установка, как ни странно, хоть мы и занимаемся конверсией, но единственный заказ, который напрямую был от Министерства обороны, делал наше конверсионное направление. Это сбор проливов нефтепродуктов и их утилизация. в Министерстве обороны был в свое время департамент, как он назывался, главного эколога Министерства обороны, и вот он заказал такую у нас установку. Она, оказывается, в Министерстве обороны очень много проливается нефти, керосинов, резинов, нефтепродуктов, которые надо собирать и утилизировать. Вот такой мобильный комплекс был создан, прошел все испытания, госиспытания, и был принят на снабжение. Вот написано приказом в 2009 году замминистра обороны принял на снабжение такую установку. Следующий, пожалуйста. Я здесь хотел бы еще остановиться и на теме Арбус, поскольку многие из вас знают эту тему, и она не развивалась по одной простой причине. У нас в стране было очень много исследовательских реакторов. После 90-х годов у них не было работы, они нарабатывали изотопы. Атомные станции нарабатывали изотопы, и поэтому необходимости у них не было. В настоящее время исследовательские реакторы потихоньку вырабатывали свой ресурс, останавливаются. В центральном регионе поставщиком медицинских изотопов был Обнинск, там остановился последний реактор, и теперь медицинские изотопы не производятся у нас в стране необходимых количествах. Еще тут связано с чем? Что медицинский изотоп, он живет очень короткое время, и после того, как его произвели, его надо успеть доставить к месту употребления, шприцы. И сейчас они у нас, допустим, в Метропграде делаются, но чтобы привезти их в Москву, они теряют половину своей активности, ценностей и прочее. Поэтому сейчас у ЗАО изотоп, который у нас в министерстве есть, возник опять интерес к этим реакторам, которые они абсолютно безопасны и могут устанавливаться без всяких защитных зон, буквально в университетах и недалеко от мест потребления. Кроме того, сейчас интерес проявляет Чили, Южная Карелия таким раду реакторам. Ну, если мы, как говорится, не будем дураками, мы бы разумеем взять этот себе рынок. Каждая установочка 200 миллиардов рублей. Следующий, пожалуйста. Ну, в частности, мы делали еще тоже с точки зрения экологии вот такие боксы перчаточные для электростали. Следующий. Мы перешли сейчас электрооборудование. Вот большой проект был проходки противопожарные для атомных станций, которые преграждают путь. Ну, это вот как на башне Останкинской, сгорелой башне повод горения жгуты электрические. Значит, если стояли там такие проходки по этажам, пожар будет распространяться. Вот такие проходки в полном полной номенклатуре вот измерительных, сильно точных, там слабо точных, все разработаны и изготавливаются и поставляются на атомной станции. На Ростовскую уже поставлены. Следующий, пожалуйста. Одним из наиболее деньгоприносящих направлением это является разработки подвесконзинационных камер. Здесь я касаюсь только той части, которая имеет отношение к ледоколам, к плавучим малым атомным электростанциям. значит, их до шестнадцатого года, до семнадцатого будет строиться достаточное количество и если мы будем успевать делать проходки, то это очень серьезное направление, поскольку каждый из такой реакторов требует эти проходки это гарантированный заказ. Но это не сами проходки, это я их испытываю. Понятно. Дальше, пожалуйста. Новое направление, которое сейчас очень серьезно в мире разливается, это водородная энергетика. Вот наш филиал Майтиз достаточно серьезно занимается этим направлением производства водорода, преобразованием водорода в электричество. Вот созданы две установки, одна работает на РЖД на кольцевой дороге, вторая МТС для сетей. Значит, эти установки преобразуют водород, которые находятся в баллонах в электричество. В случае отключения основного питания за секунду включается это питание и значит железная дорога продолжает работать и продолжает работать сотовая связь. На сегодня разрабатывается новый проект такой установки с Курчатским институтом, который сам из воды производит водород, когда есть электричество. Когда электричество отключается, производит электроэнергию. Сейчас 9-й отдел я думаю в конце этого года или в начале следующего института уже к сборке такой установки вот такой железный пункт уже привезли для того, чтобы начать сборку. Следующий, пожалуйста. Также МИДИС разрабатывает комплексы системы автоматического управления в основном для наших для наших изделий. Это шкафы, которые все больше и больше требуются в стране. И здесь вопрос идет просто о цене. Сможем мы дешевле делать, чем другие, или не сможем? Здесь заказов очень много. Пожалуйста, следующий. Также МИДИС делает оборудование для микроэлектроники в свое время делал для напыления микросхем. Опять же был спад в заказах почти лет 15, поскольку микроэлектроника у нас в стране развалилась, никто ничего не заказывал. Сейчас начинается ренессанс и по крайней мере началась так называемая апгрейд, то есть ремонт этого оборудования, которое есть в Зеленограде, на других заводах с его модернизацией. И вот этот опыт, в частности вот эти пласты откачные требуется следующий, пожалуйста. Я надеюсь, что в недалеком будущем у нас будет востребована вот эта линия по производству ультразисперсных порошков. Значит, в рамках конверсии ЯОКа, предприятие ЯОК, ну в частности Большой завод Север, закупил оборудование по порошковой металлзии. Порошковой металлургии и там если применять наши ультразисперсные порошки, можно получить совершенно новые качества. И вот сейчас уже люди к нам приезжают, опытов порошковой металлургии ни у кого нет, такого, как на Красной Звезде. То есть здесь может постребовывать и опыт, и сами порошки, как при саде. Следующий, вот это ультрафильтрационные мембраны наши металлокерамические, которые, как мы говорим, нигде в мире не производятся. Интересный им есть, причем не только как фильтр, но и как каталитическим мембранам, в том числе для получения водородов. Следующий, пожалуйста. Вот это микрооборудование, которое мы производим для микроэлектроники. Пожалуйста, дальше. Ну, тепловые трубы здесь был заказ у нас почему они к микроэлектронике нам технологии неслись, потому что для СУМБР-ЭВМ Саров заказывал у нас тепловую трубу и она была изготовлена. Дальше. Ну и, как всегда, все заканчивается, для чем мы работаем? Для денег. Вот, сколько денег мы зарабатываем вот этой прочей инверсионной продукцией. Сейчас в рамках ЯОКа разрабатывается программа конверсии в ядерном оборонном процессе. и в рамках этой программы до 16-го года мы должны умолить эти показатели, поэтому перед нами стоит очень большая эмоциональная задача, такая многофлановая. Поэтому здоровья нам и инспектов. спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ИНТРИГУЮЩЕЙМЕР 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 продукция, которая не является гражданской и сокращение затрат по основе для нас все-таки конечно одной конверсии дальнейшего развития не будет и естественно мы рассчитываем на то, как пожелал Алина Санчев на увеличение заказов, на увеличение объема финансирования поставленной нашей темой. В связи с этим я коротко хочу вас проинформировать, что перспектива дальнейшего развития нашего предприятия рассматриваются как результат взаимного взаимодействия с ягерным центром Саровским центром создания этого и обусловлено это тем, что мы способны имеем технологию производства энергоисточника, а они занимаются самой полезной нагрузкой, без которой смысла создания этого источника на протяжении многих лет никак не привлекается. Поэтому надеюсь на то, что в ближайшие с учетом и международной обстановки, и прочее, скорее всего, мы сумеем выйти на уровень Покровский и существенно изменить положение на предприятие. Я бы остановился и сейчас хочу попросить, чтобы нам продемонстрировали фильм, который многие из вас может кто-то видел, но многие на него посвящены имя летнего юбилея. Узко от нашей коллегии. В середине 80-х в конструкторском бюро Арсенала совместно с кооперацией ВИДЕР был разработан экспериментальный космический аппарат ПЛАЗМА-А для проведения летно-конструкторской отработки ядерной энергоустановки ТАПАС, построенной на новом термомизионном принципе преобразования тепловой энергии в электрическую. Разработка нового аппарата велась на базе серийного космического аппарата УС-А. Ядерная энергоустановка ТАПАС имела более высокую мощность и эффективность, меньшую массу и габариты по сравнению с ядерной установкой ПУК космического аппарата УС-А. Высокая энерговооруженность ядерной энергоустановки ТАПАС позволила отработать в составе космического аппарата перспективную аппаратуру с большим энергопотреблением и провести в ходе летных испытаний серию научных исследований, которые в целом получили название «Эксперимент Плазма-А». В ходе космического эксперимента отрабатывались новая бортовая ядерная энергоустановка ТАПАС, разработки НПО «Красная звезда», новая аппаратура высокоточной системы ориентации и стабилизации, солнечный датчик, лазерный измеритель угловых приращений, система соленоидов магнитной компенсации моментов, многоканальные маховики разгрузки, разработки НПО «Алмаз». Новый приборный комплекс, оснащенный аппаратурой служебных, обеспечивающих и экспериментальной системы нового поколения, разработки НПО «Комета». Доработанная двигательная установка космического аппарата «УСА», обеспечивающая многократное включение двигателя до разгона, разработки Кураевского машиностроительного конструкторского бюро «Союз». Электрореактивная двигательная установка «Грида», с потребляемой мощностью до 2 кВт, разработки НПО «Факел». Экспериментальный генератор плазмы «Эпикур» для контролируемого управления радиовидимостью аппарата в целях противодействия противоспутниковым системам, с потребляемой мощностью до 2 кВт, в разработке ЦНИИМАШ. Помимо перечисленных работ проводилось измерение магнитного поля Земли в интересах Академии наук. Результаты этих работ позволили сделать вывод о возможности создания системы магнитной навигации космических аппаратов. Космический эксперимент плазма практически подтвердил возможность применения спецкомплексов высокого энергопотребления в составе космических аппаратов с ядерными энергоустановками. По аналогии с аппаратами «УСА», космический аппарат «Плазма-А» выводился двуступенчатым ракетоносителем легкого класса «Циклон». Дефицит энергетики ракетоносителя компенсировался доукратным включением двигателя до разгона космического аппарата. На первом этапе ракетоноситель выводила аппарат впереди эллиптической орбиты высотой 120 км, точка 1. Здесь происходило отделение аппарата от ракетоносителя. Далее аппарат совершал свободный полет до аппарата эллиптической орбиты высотой 440 км, точка 2. В этой точке аппарату собственной двигательной установкой придавался импульс до разгона величиной 155 м в секунду. После этого аппарат совершал пассивный полет до аппарата переходной эллиптической траектории, точка 3. В ней происходила выдача второго импульса до разгона величиной 75 м в секунду. Результатом этих маневров было формирование рабочей круговой орбиты наклонением 65 градусов и высотой 800 км. При этом срок пассивного существования аппарата составлял не менее 300 лет, что решало задачу обеспечения радиационной безопасности. Пуск ядерной энергоустановки осуществлялся только после инструментального подтверждения факта выведения аппарата на рабочую орбиту. Всего было изготовлено 3 космических аппарата Плазма-А. Один ТЭТ, технологически электрически действующий для проведения наземных комплексных испытаний и два аппарата непосредственно для проведения летноконструкторских испытаний. Летные испытания аппаратов были успешно проведены в 1987-88 годах. Им были присвоены номера Космос-1818 и Космос-1867. Первый аппарат проработал на орбите 120 суток, второй почти год. Таким образом был создан прототип высокоорбитального радиационно-безопасного космического аппарата с высоким полетным ресурсом более одного года и мощной до нескольких десятков киловатт энергоустановкой. Эта работа была удостоена государственной премии Советского Союза. Аналогичных космических аппаратов мировая космонавтика не имеет до настоящего времени. КБ «Арсенал» накопила большой опыт по созданию и эксплуатации аппаратов с ядерными энергоустановками, основы для дальнейшего развития ядерной энергетики в космосе. Аппарат «Арсенал» сейчас переходим к самоприятной части награждения наших заслуженных работников и ветеранов и ветеранов наших предстоятельств. Значит, следить за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие атомной отрасли Госкорпорация наградила наших работников и ветеранов различными наградами. Значит, первое – это нагрудный знак и отличие академик Курчатов четвертой степени. Награждается «Горилла» Игорь Анатольевич. Дмитриев Александр Борисович. Еще два человека, если награды награждены, Вашедченко Борис Михайлович и Николаев Вадим Сергеевич, но они, к сожалению, тоже испуганы. Нагрудный знак и отличие за заслуги перед атомной отрасли второй степени и почетная грамота в связи с 25-летием космического эксперимента «Плазма-А» награждается «Богуш» Игорь Петрович. Кирпин Виктор Иванович. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Таково Анатолий Арсеньев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я зову Кирилл Иванович. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Васялиин Андрей Петрович АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кузьминцов Александр Евгений. Панкратов Евгений Майкинов. АПЛОДИСМЕНТЫ А что он не считает? АПЛОДИСМЕНТЫ Семенов Виктор Вадимов. В командировке находится. Усачев Генрих Семенович. АПЛОДИСМЕНТЫ Семенович Сергей Иванович. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Кроме этого, были награждены благодарность генерального директора госкорборации. 9 наших работников и ветеранов. 7 человек получили знак отличия ветеранатом на энергетике и промышленности. И 8 человек благодарственное письмо от генерального директора госкорборации. Это у нас Иван Григорьевич. Благодарственное число. Почетные грамоты госкорборации также награждены Ваши вклады в осуществление в первые в мире успешного запуска ТОПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Бесчастного Александра Анатольевна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Безгалов Анатолий Викторович. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Гудин Вячеслав Григорьевич. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Шухов Гитлор Владимирович. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Худнецов Владимир Ильич. АПЛОДИСМЕНТЫ Луцкий Леонид Камень. АПЛОДИСМЕНТЫ Болужествен Михаил Карпович. АПЛОДИСМЕНТЫ Сускин Юрий Михайлович Вы награждены Борген Валерий Константинович Уполин и Русский Владимир Николаевич В начале решения о награждении работников предприятия и ветеранов принял также Российский профсоюз работниковой основной энергетики и промышленности Нагрудным знаком за активную работу в профсоюзе награждены Азарова Валентина Никитича Андропова Елена Маляна Вознесенский Михаил Алексеевич АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Екатеринский Юрий Александрович. Почетная и грамота ИТК Российского профсоюза работников атомной обеспеченности Награждена профсоюзная организация нашего предприятия, а также коллектива профбюро номер один, это отделение 100 И почетная грамота ИТК Российского профсоюза работников атомной обеспеченности Коллектив профбюро 2, отделение 700 Коллектив профбюро 7, это филиал Делектия и персонально Макарова Людмила Александровна Также почетными грамотами награждены Аввакунова Галина Константиновна Борецкая Нина Сергеевна Страфоненко Андрей Георгиев АПЛОДИСМЕНТЫ Стаментными часами света профсоюза Награждены Чуркин Николай Петрович И Клюкин Владимир Владимирович АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарность российского профсоюза Антипов Игорь Владимирович АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Васильковский Владимир Стабиль АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Зудина Алла Петровна АПЛОДИСМЕНТЫ Кирпичникова Ольга Иллиновна АПЛОДИСМЕНТЫ Каганова Любовь Александровна АПЛОДИСМЕНТЫ Люблинский Игорь Евгеньев АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Машкова Наталья Анатольевна, Ключ, Статьяна Сергеевна, Смирнова Екатерина Дмитриевна, Столярова Елена Григорьевна, и Тимофеев Александр Николаевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Рецепт делаем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Рецепт делаем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 По полконценту вы больше нигде не увидите и не слышите. Дорогие мои, я хочу сказать, что сегодня в честь вашего праздника у вас в гостях находится программа под названием «Экология души» в Центральном аппарате, который в Министерстве существует уже 7 лет. Я обдоложу этому существу концерт мастеров искусств. То, что мастеров, вы в этом убедитесь. Что-то не понял, нет ответствий за дисциплину? Дорогие мои, вначале у нас выступит совершенно замечательная артистка, которая является украшением нашего отечества, города Москвы, является вашим добрым другом. И ее жизненный путь является... Уважаемые, сейчас мне в какой-то победе. Опять... А сейчас работает. Вы знаете, она когда-то очень давно, когда я ей вспомнил с 12 лет, будучи воспитанницей детского дома, решила осуществить свою мечту. И пошла по шпалам, а детский дом был на стыке Московской и Владимирской области, пошла по шпалам в Москву, для того, чтобы учиться на артистку. В ту пору еще у нас была милиция, а не полиция. Милиция не помогла ей в этом деле. Ее быстренько вернули обратно, но она своей мечте осталась верной всю свою жизнь. Она таки поступила и окончила Московское музыкальное училище и гниг и политобра Иванова, а потом поступила в Государственную академическую консерваторию. Стала первой любимой ученицей Елены Образцовой. Стала одной из самых известных оперных певиц солистской совершенно замечательного коллектива нашего Московского музыкального оперного театра имени Станиславского и Юрия Чеданченко. Она имеет очень большие заслуги в становлении русского романса. В 1991 году был издан первый компакт «Дизм», который они выпустили вместе с Давидом Ашкинази, который так и назывался, Лариса Бурдюнова, королева русского романса. А в 2010 году она получила государственную премию нашей страны по разделу культуры, создав за 10 лет кромпотливого и подвижнического труда совершенно уникальных два компакт-диска, в которых на музыку великих композиторов музыка великих композиторов была наложена на стихи Александра Сергеевича Кушкина. А она все это пропела. И я с удовольствием приглашаю на эту сцену народную артистку России, королеву русского романса, Ларису Курдюмову. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ КОНЕЦ